Есть много опер и на литературные сюжеты, и на сюжеты драматических произведений. И вот человек неискушенный может задать себе вопрос, а зачем мне, собственно, оперу слушать? Что это прибавит к моему знанию такого-то сюжета? Не лучше ли прочитать книгу или посмотреть пьесу в драматическом театре? Вот что отвечает на это Сергей Яковлевич Лемешев. Может быть, я не прав. Может быть, пристрастие есть, что ли, какое-то в этом. Но я вам скажу, что не все можно так сильно сказать в драматическом театре, как спеть в опере. Есть такие слова, и они поются такой мелодией, что ни один самый разгениальный драматический артист не сможет их сказать так, как споет их талантливый певец с хорошим голосом и с хорошим оркестром. Вот, пожалуйста, я вам скажу, ну вот пускай пойдет Евгений Онегин в драматическом театре. Ну, разве можно прочитать монолог Ленского, куда-куда вы удалились, так, как споет его в опере Ленский. И, конечно, если Ленский будет хорошим, если он почувствует. Это же нельзя. Потому что у драмы есть свое, а у оперы свое. И то, и другое, по-моему, имеет такое одинаковое, что ли, жизненно-одинаковое право, на право существования. Я помню, вот в «Пиковой даме» как-то на меня один Герман произвел такое грандиознейшее впечатление одной только фразой, когда ему Лиза на балу в третьем действии дает ключ от своей комнаты, а он-то хочет проникнуть, главным образом, в спальню графини и узнать о трех картах тайну. Так вот, этот Герман подошел буквально к суфлерской будке и спел знаменитую фразу «Теперь не я, сама судьба так хочет, я буду знать три карты». Вот так, как он спел, никому не сказать на сцене. Так нельзя сказать. И в опере очень много таких мест. Поговорим о Борисе Годунове. Борис Годунов произведение «Эта трагедия» не нуждается в нашей с вами оценке. Это гениальная драма, но она не получила такого размаха. Бориса Годунова очень многие даже не знают Пушкинского, а знают Бориса Годунова-Мусоргского. И вот если вы прослушаете оперу, если Борис, настоящий Борис, каким его написал Мусоргский и Пушкин, и если все остальные певцы тоже настоящие, то есть талантливые и обладающие хорошими голосами, и стоит мастер за пультом, то никакие другие драматические артисты такого впечатления создать не могут. В музыке это сильнее звучит. В оперу сразу не всякую легко понять. Форма. Вот форма произведения оперного. Я как-то сидел, помню, в ложе Большого театра, слушал Евгения Онегина. Когда начался квартет в первой картине, меня соседка спросила, она, видимо, редко бывала в опере, может быть, вообще первый раз. А почему, говорит, они все вместе поют? Причем двое там, с одной стороны, двое с другой. Все вместе поют, и я, говорит, ничего не понимаю. Я говорю, вы знаете, вот Онегин с Ленским, или Онегин ему вопрос задает, а он ему отвечает. Но отвечает в то же самое время, которое задает вопрос Онегин. Татьяна и Ольга, каждая поет о своем. Это вот такая форма, особенная форма оперного произведения. Прислушаться, она очень красиво звучит. Прислушаться ко всем сразу невозможно. Но если хорошо они доносят слово, то вы все-таки и у одного кусочка услышите, у другого, и в конце концов вам станет ясно, о чем они поют. И в целом настроение. Медам, я на себя взял смелость привесть приятеля, рекомендую вам, Онегин мой сосед. Я очень счастлив. Помилуйте и рады вам, Присядьте, вот дочери мои, Я очень-очень рад. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Войдемте в комнаты, И, может, вы хотите На больном воздухе остаться. Прошу вас, без церемоний пути, Мы соседи, Так нам чиниться нечего. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Идет сейчас. Скажи, которая Татьяна? Да, та, которая русла, И молчалива, как светла. Не уступил влюбленный жуль. А что я выбрал бы другою, Когда б я был как тихой. Как милый друг, а наш камень Стихи, тихо, залет и плавит. Не раздоль, раздоль, раздоль. В углах росла, лебед, со мной. Волной камень, лед и плавит. Стихи и плавит. А рот и плавит. Не так различны между собой, Как мы взаимной разнотой. Кругло-красно лицом она, Как эта рот и плавит. Стихи и плавит. Стихи и плавит. Стихи и плавит. Стихи и плавит. Действительно, оперу сразу трудно, Часто трудно понять. Конечно, если вы читали Литературное произведение, На котором написана опера, Там легче понять. И то иногда бывает, Потому что много изменений. Либретто написано с изменениями. Ну и не сразу действительно Зритель, слушатель разберется. И вот я как-то помню, Я слышал такой спор. Сторонник Снегурочки, Чистой Снегурочки Островского, То есть чистой в том смысле, Что без музыки, Этой чудесной сказки, Отстаивал прелесть И преимущество Перед оперой Римского-Корского, Снегурочки. Долго он горячо убеждал. Знаете, Снегурочка Не сходит со сцен оперных. Она может пойти В любом городе. Я очень в многих театрах Пел Бериндея. Но там не шли никогда На сцене драматических театров. Не шел этот спектакль. А опера шла. Музыка Римского-Корского. Опять гениальная музыка. Помогает этой сказке Быть еще и более светлой. И более нежной. Сила звука спетого. Слова, вернее, спетого. Часто бывает значительнее Слово сказанного. Причем артисты Оперные Снегурочки. Они Чем проще Чем легче и красивее звучат их голоса Тем больше они доставляют удовольствие. Вот я слышу драматических артистов В этой сказке И замечаю Что он не прост А что вот он Как-то образ свой строит С какой-то стилизацией Может быть это ему необходимо А в опере не нужна никакая стилизация Вот пой мелодию Римского-Корского Вот тебе и вся стилизация Только пой красиво Словечко в словечко И будь в образе Великий царь Спроси меня сто раз Сто раз отвечу Мы по-разному вырастаем Мы по-разному Растем музыкально Мы с молоду С юношеских лет С детских лет Привыкаем Один к такой музыке Другой к другой музыке Один любит народную песню Другой любит Вот теперь особенно Музыку джазовую Музыку эстрадную Ничего в этом плохого нет Есть эстрадная хорошая музыка Я ее тоже люблю Но все-таки к опере Вот человек который привыкший К эстраде К опере он относится Очень так, знаете Ну, с такой Я бы сказал Оторопью, что ли Ему говорят Да ты не бойся Ты послушай еще раз Так терпения не хватает Знаете, надо же целый вечер Загубить Чтобы пойти в оперу И прийти оттуда Неудовлетворенным Вот когда я был Вот когда я был Совсем еще не искушенный Слушатель оперы Я был на «Русалке» Шаляпиным В Большом театре Первый раз слышал «Русалку» Меня до слез довел Когда он пел вот эту сцену «Стыдилась бы ты при народе Так оскорблять отца родного» И так я прослушал дальше Особенно все сцены Где участвовал Шаляпин Потом я Второй моей оперы Был «Руслан» Вот тут я вам прямо скажу Я поскучал Мне хотелось Чего-то другого Более близкого мне Тогда я не был еще готов Не был подготовлен К восприятию Вот такой Ну величественный Такой Далекой От моего понимания Музыки В общем смысл-то готовить себя К восприятию оперы Все равно есть Даже если ты любишь эстрады Ну это естественно Вы знаете Предположим Возьмите вы Человека, который интересуется Литературой Он читает рассказы Чехова И скажем Рассказы Новеллы Мопассана Чехов Со своими пьесами Это ведь другой Чехов Чем в маленьких рассказах Чехов в рассказе Доступен Кому хотите Читать Чехова Ну он вроде отдыхает Но он же На следующий день Возьмет И почитает Достоевского Шолохова Толстого Пушкина А потом возьмет Есенина Ведь это ж все Разнородно Человек Должен быть очень Универсален В своем развитии Так вот я считаю Такую параллель Можно провести И между Разными Жанрами Музыкальными На первый взгляд Кажется что нет Ничего общего Между такими Разными Жанрами Как народная Песня и опера Но нет Трудно назвать Такую оперу Наших композиторов Классиков В которой не звучали бы Темы Интонации Народной песни Ну и мне Конечно Не хочется Обойтись Без нашего Гениального Михаила Ивановича Глинки Он Даже сам Писал Что мы Композиторы Музыку Не сочиняем Мы Слышим Ее У народа Подслушиваем Вроде И записываем Ну что-то Он записал Он записал Одну Строчечку Но в каком виде Это появляется В оркестре В каком виде Это появляется На сцене Это В гениальной Разработке И уже Не песни А Огромные Оперы Наполненные Чувствами Переживаниями Сюжетом Большим Ну Собственно Это уже тема Целого большого Разговора И он состоится В одной из наших Следующих передач Ваш собеседник Народный артист Советского Союза Сергей Яковлевич Лемешев Продолжит рассказ О значении Народной песни В операх наших Композиторов Сегодня же Только Один пример Вот возьмите К примеру Майскую ночь Римского Корского Выходит Герой Оперы Левка И поет Украинскую Песню Солнышко Низко Вечер Уж близко А у меня В сборнике Украинских Песен Она Поется Солнце Низенько Вечер Близенько Вот этот Самый Близенько Левка Пришел И спел От начала До конца Ну конечно В такой Могучей В смысле Таланта Обработки Римского Корского Что песня Как то она Не просто песня Поется А она В действии И на нее Откликается Ганна И потом Переходит Эта сцена В очень Красивый Дуэт И эта песня Нам не только Не помешала Солнышко Низко А наоборот Она как то нам Помогла Дальше Идти За переживаниями Героев